Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова, народ, и в этом видео мы будем учиться, ну скажем так, я расскажу те секреты, те тайны, которые нужно для прокачки БК вашей команды в ПВП. Вот, я не буду брать сегодня элитку в учет, потому что в элитке по факту нужно просто сет накинуть, сет карт, артефактов там взять, какой-то либо на БК, либо какой-то подходящий, скажем так, по номеру там, например, 50-й для неизвестной, у которых там стоят боги, есть информация и бог. Ну короче, вы поняли, там есть специфические карты, которые могут вам подходить, ну либо же карты просто на БК, вы выставляете и все, это дает БК. То же самое сеты, но при этом сейчас у меня команда 205 тысяч БК, без линков, без внешки, без реликвий. И сейчас из этого мы будем составлять именно, вы будете прям наглядно видеть, насколько сильно будет расти команда в плане БК при добавлении того-либо иного элемента. И начнем, наверное, вот сразу просто с основы, это прокач героя. Истинные пробуды на самом-то деле дают всего лишь там, ну косарь БК, то есть из этого БК, если мы вычтем 4 тысячи, получится 201 с половиной тысячи БК. Где берется это 201 с половиной тысячи БК? Во-первых, это сам по себе герой, дает какие-то характеристики без экипа, ну экипу я просто не снимал пока, тут еще из предыдущего видоса экипа не снята до конца. Здесь идет первое, это сами базовые характеристики, есть герои, которые убер-БКшны, в основном это ЮАР-герои. Ультимейты, каждый уровень суперприема дает нам в районе 400 БК, то есть 1-6 герой и 6-6 герой, разница в 2000 БК. Соответственно, если у нас вся команда состоит из героев 1-6, мы теряем 8 тысяч БК по сравнению с той командой, если бы у нас была бы вся команда из 6-6. Но собирать в последнее время героев 6-6, когда в витрины выходят много, герои выходят интересные, собирать всех 6-6 героев могут по факту только киты. То есть у нас в любом случае будет какая-то просадка в плане БК нашей команды по сравнению с командой китов, потому что банально разница по суперприемам. Минимально разница по суперприемам. Дальше, если вы вдруг снимете всю свою внешку, либо просто поставите такую команду, у вас БК будет меньше, чем у моей этой команды, которая сейчас на данный момент раздета. И показать разницу, к сожалению, я не могу. Но это все, вот на это именно БК, чистая БК, влияет консталляция. Консталляция и созвездие. Ну вот, созвездие, это называется у нас консталляцией. И бонус по БК коробке. На самом-то деле бонус по БК коробке, если рассматривать именно такой, то это в районе, наверное, где-то сколько? 12 лямов? 14, 14, половая, 15. Да, 12 лямов. Вы берете 12 лямов БК коробки и получаете максимальный бонус в плане АЗ. Остальное все минимальное. АЗшка дает приятно. То есть вам нужно сделать ваш аккаунт 12 лямником. Для того, чтобы получать 15% бонусного максимального АЗ из-за бонуса усилений боевого класса. То есть это первый момент. Но это не самый важный момент. Самый важный момент заключается вот в этих вот созвездиях. ГПшка, консталляция, все то, о чем я говорю, что желательно это качать, развивать героев, тому подобного плана. Потому как на данный момент мне вот это мое созвездие дает 1332 атаки. Каждому моему герою в любом контенте. 1596 обороны. АЗ 24 и 4000 АЗ. Это много. Особенно в обычке. Плюс вот эти все бонусные сабстаты. Они дают. Это много. То есть, например, закрытие созвездия Лени. Вот Лени мы закроем. Мы получим 250 атаки, 300 обороны, 4000 АЗ при закрытии. Я сейчас иду к закрытии созвездия Гордыни. Когда я закрою созвездие Гордыни, вся моя команда, каждый мой герой в ПУП, либо в каком-то, либо в другом контенте, получит 600 атаки, 650 обороны и 8000 максимального АЗ. Это люто, огромнейшее усиление для нашей команды. То есть мои вот эти 205 тысяч основаны по большей части как раз на БК-коробке и на созвездиях, которые дают мне чертовски много статов, характеристик. Поэтому созвездия желательно качать. Это получение новых героев. Это прокачь новых героев. Это обыкновенные звезды, желтенькие, дают там 6 ГПшки. Красные звезды, именно Супер Пробуду. Если мы прокачаем, мы получим дополнительно еще, ну сколько, по 3 ГПшки за каждую звезду. Реликвия создана. Это Косарь. Истинная Пробуда. Это, ой, Релик Косарь, говорю, Релик Десятка. 10 ГПшки. Истинная Пробуда одна ГПшка, не имеет смысла. Усиление Релика одна ГПшка, не имеет смысла. А вот усиление костюма любого до максималочки, это дает нам в районе, ну так, тоже одной ГПшки. Получение одного нового костюма и прокачанного костюма по одной ГПшке. Итого это две ГПшки. Как раз из этого всего мы собираем вот это все ГП и вкладываем их в созвездие. И чем быстрее мы качаем то или иное созвездие, которое у нас появляется, тем быстрее растет наша БК-коробка. В этом и как раз заключается разница в ПВП между новыми игроками, которые закрывают созвездие Гордыни, либо сидят, закрывают созвездие Лени. Напрасно дойти уже, открыть созвездие Обжорство и его качать, это уже огромнейшее усиление для... Можно вполне спокойно играть в ПВП. Закрываете созвездие Обжора и, скорее всего, вы практически всегда побеждаете в ПВП. Практически всегда. Бывают моменты, когда вы встретите кита посильнее, либо же просто не зайдет Кордроф, либо будет команда, которая очень хорошо играет именно против вашей команды. Такого формата. Ну а я сейчас сижу на созвездии Гордыни, и я очень сильно страдаю, когда в ПВП встречаю ребят, которые закрыли созвездие Гнева. О, вернее, открыли созвездие Гнева и закрыли уже созвездие Гордыни. У них слишком большое преимущество в плане Консталляции. Консталляции дает слишком много. На нее нужно обращать внимание. После того, как мы обратили внимание на наше созвездие, идет второй, не менее важный момент для ПВП-сегмента. Это внешка. То есть сейчас на данный момент у меня у всех героев отключена внешка. Вообще на всех героев. Не специально так сделал перед видосом. То есть 205 и 5000 быка у меня герои все без шкафа. Вообще без шкафа. А сейчас я вот так вот по щелчку одену на всех шкафах. И вы посмотрите разницу между 205 и 5000 быка и... И 221 тысячу, когда я одел на всех моих героев фулл-шкаф. Проблема фулл-шкафа заключается в том, что если вы не донатер, то вам нужно шкаф покупать за гемы. А шкаф стоит дорого. То есть купить по полноценный шкаф на героя, это стоит на районе 300 гемов. Это много. Это чертовски много. Ну, либо же покупать внешку за донат. Ну, это уже донат, это уже деньги такого формата. Но, как вы видите, усиление моей команды прошло весьма успешно, как раз благодаря внешке. То есть прокачанная внешка для ПВП-команды, это круто. Не круто, это сейчас нынешняя мета, которая постоянно меняется. Были демоны, потом были неизвестные, потом снова демоны, потом фестивали, потом люди, потом снова неизвестные. Теперь вдруг демоны вернутся. После коллаба с Оверлордом, возможно, выйдет что-то еще немножко, либо усиление демонов, либо усиление людей. То есть мета постоянно меняется. И угадать, на кого именно покупать внешку, шкаф, крайне сложно. Это самая большая проблема игры в том формате, что нам нужно либо качать вообще всех героев, либо определиться с той формацией, которая нам больше нравится, и усиливать ее новыми героями, и надеяться, что будут выходить те герои, которые будут усиливать нашу формацию. То есть, например, прокачь Архангелов, это чисто ПВЕ-контент, либо же линки. То есть такого форма... Тут, увы и ах, проблема именно как раз игры и ПВП направления в целом, что Архангелы не особо живут. Но неизвестно, они сейчас играются, но они очень китовые, потому что нужно фулл-шкаф на Тариху, фулл-шкаф на Саднак, возможно, фулл-шкаф там на какой-то Альбедо, возможно, Демиурга, если мы захотим поиграть за демонов, на Гельду купить фулл-шкаф, вообще выбить Гельду, выбить Демиурга. То есть такого формата. Тут очень тяжело именно успевать за Метой, потому что Мета постоянно меняется. Новые какие-то герои постоянно вносят какую-то свою лепту. Недавно вышел Бальдер, которого все боялись. Сейчас Бальдера практически нет в ПВП. Куда он делся, непонятно. Наверное, против него научились играть, и его выгнали с арены. Хотя, вроде бы как, неделики так две назад, мы кричали, что Бальдер это просто Мета ПВП, и никуда он от нас дальше не уйдет. Но сейчас ушел. И вот, следующий пункт. Давайте так. Мини-пункт. Это реликвии. 221,7 тысяч БК. 226,1. То есть, в принципе, реликвии что-то дают. Не прямо, чтобы убер много не так, как внешка на всех героев. Но у меня здесь только два реликвии из четырех. Поэтому реликвии здесь не особо сильно повлияли на моё БК. И вообще, в принципе, то, что выходят новые герои без реликвий, то есть, Тор, Эсконор, Сабнак. Ну, ладно, коллабы просто на халяву нам дадут релик. Сделайте релик, пройдите немножко вентов, получите коробочку, откройте коробочку и сделайте реликвию. Всё. У вас на героя будет реликвия. Коробочка, кстати, по реликвии у меня есть в рюкзаке, где-то хранится. Расходники. Вот. Она будет вот так вот выглядеть. Фиолетовая коробочка. Открываете её. Там ресурсы для создания полноценной реликвии. И реликвия на коллабах создаётся без треуголок. Так что проблем с треуголок у вас тоже быть не может. Единственная проблема – это 5 лямов голды. На создание этого, на этой реликвии. Либо усиление этой реликвии – это ещё 5 лямов голды сверху. Такого формата. То есть реликвии дают усиление для команды, но максимально минимальное. То есть чисто больше всего даёт усиление для команды линки. Потому что с линками есть одна интересная фишка. Я когда-то записывал видос в плане линков. Они бывают разных видов. Одни – это специфические линки. У каждого героя есть 2 ассоциации с другими героями, которые дают какой-то определённый бонус. То есть, например, Эсконор даёт сопротивление, Мел даёт до атаку. Весьма прикольная тема. И это именно герои, которые профитны именно под этого героя. Их не обязательно качать. Потому что в основном это старые герои. Ассоциации – они забавные. Но когда это идёт ассоциация с суперприёмом, когда ещё сверху накидывается косарь. Но в последнее время не выходят герои, у которых идёт ассоциация вместе с изменением суперприёма. Вернее, усилением суперприёма. При этом косарь БК сверху. Таких героев сейчас практически нет. Ну, вы их. Это всё очень-очень старые герои. И вот здесь, кроме вот этих героев ассоциаций, есть архангелы. Из которых очень ярко выделяется Моэль, Сариэль, ну и Красный Тармель. По большей части, да. То есть, Моэль, он даёт свою милость. Вообще, все архангелы-кота вы одеваете герою Линк архангела, даёт свою милость. То есть, у Моэля это милость увеличения наносимого героям урон на 20%. Есть, кстати, Эсконор, который немножко не архангел, но у него тоже есть милость. Слегка другая милость, но тоже милость Моэля. И в команде может быть активна только одна. Милость каждого типа. То есть, Моэля и Эсконора мы не можем поставить вдвоём в формацию, они будут перебивать милость друг друга. Нужен Моэль и нужен, например, там, ну, Красный Тармель. Давайте так. Мы уйдём в Рас, например, здесь. Красный Тармель. Обалденный Линк сам по себе. Потому что его милость, она уберсильная. Сарель красный, либо зелёный тоже, в зависимости от ситуации, тоже являются очень классными Линками. Ну, то есть, это Линки с милостью. Есть, кстати, ещё Линки с Бондами. Это под неизвестных очень обалденная тема. Потому что там есть Тюр. Вот у нас есть Тюр, который даёт дополнительно ещё Бонд своему герою-носителю. Есть ещё, кстати, Синий Мил. Это единственное исключение из правил. Я так сразу скажу. Потому что по плане Бондов, это у нас есть Тюр на Критобарону. Герою, которому мы одеты. Но неизвестному герою. Есть до 10% связанных характеристик от Рокси. Но это только для людей. Красный, синий, а Рокси из новых. Там у них есть Бонд, и есть и 6-6 суперприём. Обалденно. 10% усиление связано с атакой характеристик для героя-человека, которому одет этот Линк. И Сабнак. Вот она. Просто у меня там звук, как будто кто-то выключил свет. Хотя я дома сейчас один. И Сабнак, которая там тоже даёт свой определённый Бонд в зависимости от уровня суперприёма. То есть, ну, это так, типа, чисто визуально. То есть, это герои профитные. Они не герои ассоциаций, они просто герои профитные. И есть просто БК-линки. БК-линки, по большей части, это герои, которые ЛР-герои. Вот у меня Лосс является одним из самых лучших БК-линков. Потом идет Глокс. То есть, в основном, все ЛР-герои являются весьма неплохими Линками, потому что они дают очень много базовых характеристик. Но так же само, как я и показывал основу, так же само сам Линк, у него есть уровни того, как он даёт своё БК. Если мы берём в обычке... Ну ладно, давайте возьмём сразу Элитку. В Элитке он даёт бонус вместе со своим сетом. То есть, помимо вашего героя, который должен быть одет в HPDF-ном сете, и ваш Линк должен быть одет в HPDF-ном сете для того, чтобы давать больше БК. Но не обязательно HPDF-ный. Можно атакующий сет, если вам нужен атакующий Линк. Такого формата. То есть, просто бонус экипировки работает в Элитке и от Линка. Да, здесь же в обычке работает только уровень суперприёма. И в шкаф, который... То есть, почему у меня, например, тот же самый Лос является обалденным Линком? Во-первых, он у меня 6-6. Потому что 1-6 героя вам будет давать только 5% своих базовых характеристик. То есть, 5% от этого даётся герою. Если же мы берём 6-6 героя, то это 10% базовых характеристик. То есть, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10% базовых характеристик лучше, чем 5% базовых характеристик. Это работа Линков. Так же самое реликвия. У реликвии есть какие-то определённые статы, которые она даёт герою. И этот герой в Линке даёт эти бонусы герою-носителю этого Линка. Скажем так. Ну и тот же самый шкаф. Шкаф тоже должен быть замакшен. Так же самое, как и у героя, которые мы им даём. И тогда именно профит в плане БК Линка будет максимальный. То есть, так же самое. Чем больше базовых характеристик у героя, который является Линком, тем больше он этих базовых характеристик будет давать герою-носителю этого Линка. Такого формата. То есть, у нас есть Линки-ассоциации. Которые у нас есть 2 героя у каждого. Если вы вдруг не знаете, какие это герои именно основные, можете посмотреть в объединениях. Вот здесь. Здесь указано, что Мел и Эсканор являются именно приоритетными Линками от разрабов. Которые даёт какой-то определённый стад. Есть герои с милостью. И есть те же самые ЛР-герои, ну, либо с бондами. Либо просто ЛР-герои, либо какие-то убер-сильно прокачанные ваши герои в плане базовых характеристик. Всё. Это очень большая тема с Линками. Но давайте вот так вот. 226 тысяч. Я сделаю щелчок пальцем и одену профильные Линки от своих героев. Вот я и одел. Все герои в Линке 6.6. Все на фулл-шкафе. У меня получается такого формата, что у меня у Нанаши идёт его профильный Линк в виде Аларг-локса. Но просто Аларг-локс сам по себе крайне хай-бкшный. Поэтому в ассоциации с Нанаши он смотрится вообще великолепно. И у него 6-й суперприём. Поэтому он сидит здесь. Красный Тармель это Линк с милостью. Так же самое, как и Маэль для Тарихи. Я считаю, это самые лучшие Линки для этих двух героев. Ну и Сарель красный тоже может быть очень хорошим. Но если Тариха не критует, без Маэля она будет наносить на 20% меньше дамага. А Тарихе нужно разгоняться. Потому что когда она разгонится до своего молотка, у неё урона от крита будет настолько много, что в принципе этого будет вполне спокойно хватать для того, чтобы закрыть всю команду оппонента. Ну а для Хили я взял Линк Тюра, потому что он даёт 60% крит обороны для неизвестных. То есть такого формата. И получается уже 240 тысяч и 8. Это из-за того, что у меня все герои... Ладно, без фулл-суперприёмов. Но если я пробуду, пока я смотрю БК, но это минимально, этим можно полноценно пренебречь. Это не важно. Важно конста. Не очень много БК даёт конста. Если бы у меня было на 2 созвездия меньше, то даже с вот этим всем, что я сделал, у меня было в районе 2000... Ну 200 тысяч БК, да. Ну не 2000, а 200 тысяч. То есть, ну 200, ну может быть 210 тысяч БК. То есть минимально. Консталляция именно созвездия даёт много БК. Шкаф фулловый, даёт много БК. Ультимейты немножко даёт БК. Даёт, но не немножко. Не так прям критично. В основном это созвездия, линки и шкаф. Но в принципе я показал сейчас в обычке, как формируется полноценная БК коробка. Именно прям наглядно. Вот прям наглядно. Так что надеюсь, это видео будет для вас очень сильно полезным. Для того, чтобы понимать, как развивать БК коробку. Ну, БК команды. Но для того, чтобы развивать БК команды и играть, и чувствовать себя просто великолепно в ПОП. Помимо того, что нужно подкачать саму основу теми героями, которыми мы будем играть. Нужно подкачать и всю коробку. Для того, чтобы получить больше созвездий. И здесь работает как раз усиление низа. Помимо того, что мы качаем вверх. Заходите на стрим обзоры аккаунтов. Там я всегда говорю о том, что качать низ крайне важно. Это реально важно. Поэтому, ребят, занимайтесь вашей БК коробкой. Я понимаю, что нужно качать неинтересных героев в виде там красной гилы. Ну, вообще там гилы, гилсандера, такого формата. Нужно их качать, для того, чтобы наша основная команда, которая уже прокачана, чувствовала себя лучше. Потому что при прокаче этого героя я получил в районе 100 гпшки. И так по каждому герою. И да, шкаф качается на всех. Потихоньку, да, совсем по чуть-чуть, но шкаф докачивается на всех. То есть я иду к тому, чтобы на каждом герое был полностью фольно замакшенный шкаф. И не только вот эти вот пять, но и остальные, скажем так, прически, пушки и броньки. Потому что это лишняя гпшка. Для аккаунта это лишней не будет. Поэтому да, качайте БК-кробку, и тогда ваша БК-команда будет расти. Это так работает. В этой проблема в том, что именно в этой игре это работает так. Нельзя задонатить на шестого героя, купить ему фулл-шкаф, и при этом сидеть разваливать арену. Нет, если у вас нет БК-кробки, вы не будете разваливать. Так что, ребят, качаем БК-кробку, и качаем БК-команды по ОП-шке. Ребят, гайд закончен. Надеюсь, он был вам полезен. Пишите в комментариях, насколько он был вам полезен. Ну а увидимся с вами где-то в следующих видосиках, либо же на стримчиках. До скорого, народ. Свидимся. Субтитры сделал DimaTorzok